Липецкий завод MotorInvest вслед за седаном Evolute iPro начал крупную узловую сборку электрических кроссоверов Evolute iJoy. Более того, в семи регионах страны даже стартовали продажи таких машин. Единственная комплектация включает шесть подушек безопасности, систему стабилизации, виртуальные приборы, продвинутую медиасистему, обивку сидений кожзамом, климат-контроль, панорамную крышу и богатый электропакет. Список опций состоит из одного пункта. За доплату можно заказать автономный отопитель, который нужно заправлять дизельным топливом. С ним зимняя эксплуатация машины будет заметно проще. Стоит новинка 3,5 миллиона рублей, но по программе льготного автокредитования покупатель может рассчитывать на 925 тысяч скидки. И с учётом этой субсидии кроссовер будет стоить 2 миллиона 565 тысяч рублей. За эти деньги владелец получит переднеприводный паркетник, оснащённый 163-сильным электромотором. 53-киловаттной батареи должно хватать на 400 километров пробега, но это по устаревшему стандарту NEDC. Мощность зарядного устройства переменного тока составляет 7, а постоянного — 45 киловатт. Во втором случае при наличии быстрой колонки можно пополнить заряд аккумулятора на 60% всего за 35 минут. Для справки отметим, что липецкий iJoy — это одноклассник Ниссана Кашкай и Шкоды Каро. По факту модель представляет собой китайский Дунфэн Фэн Гон И3, образца 2019 года, но с шильдиком Эволю. И новость короткой строкой. В Тольятти всё-таки сделали первую Ладу Весту. Собрав рестайлинговый универсал белого цвета, заводчане проверили, насколько корректно работает перенесённое из ижевское оборудование. Под производство Весты отдана первая нитка главного конвейера, которая прежде называлась линией B0. Соседом флагмана по конвейеру станет Ларгус. Его выпуск кратковременно — на ограниченную серию с примерно полутысячей экземпляров — возобновится в декабре, но серийно Ларгус вернётся только через год. Прежде на линии B0 также выпускались хэтчбеки Lada X-Ray плюс модели Renault — Logan и Sandero. Но эти машины навсегда выбыли из производственной гаммы автогиганта. Из B0 остался один только Ларгус. Что касается Весты, то за первым пробным образцом последуют другие — на отладку серийных технологий, решение логистических проблем и прочие задачи вазовцы взяли несколько месяцев. Заявлено, что старт производства товарных автомобилей назначен на март 23-го года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова